Всем привет, с вами снова Интар и сегодня у нас 2 августа уже на часах где-то 23.50 время подведить итоги нашего челленджа по покрасу. Я как раз недавно отложил кисточку в сторону, закончился со своим покрасом, отсмотрел присланный мне материал участников, настроил аппаратуру и вот сейчас сижу записываю для вас видео, чтобы вы завтра смогли его в четверг увидеть у Спейсмена на канале. В первую очередь хочу поблагодарить всех тех, кто решил принять участие в этом челлендже. Всего мне пришло порядка 40 с небольшим заявок и вот сейчас на данный момент я получил результаты от 17 участников. Честно говоря, был приятно удивлен тем количеством людей, которые откликнулись на мой челлендж. Всегда очень приятно сидеть за работой, зная, что в этот момент кто-то там где-то далеко тоже также пытается привести свою армию в божеский вид. Завтра с утра отправлю с Аней итоговой работы на оценку и в принципе надеюсь, что на ближайшем стриме у Спейсмена он сможет озвучить результаты. Напоминаю, что мы разыгрывали одну годовую прям подписку и три еще дополнительные месячные подписки на премиум канал The False Emperor. Но прежде чем поговорить о результатах моего челленджа, я немножко хотел бы остановиться на тех работах, которые мне уже удалось посмотреть. В первую очередь мне понравилась работа некого Геннадия, это Спейсмарины Снайпер Карлики. Очень классная конверсия. В принципе, как только я увидел первоначальную фотографию, еще когда там не было все покрашено, просто вот налеплена какая-то куча малая из разных лицов, но уже на тот момент я вот видел, что работа должна получиться очень классной, потому что сразу видно, что человек вложил ее просто в душу свою и даже покрас, несмотря на то, что он достаточно простой, но смотрится как-то очень живенько. Ну, в общем, если бы я решал бы кому присудить главный приз за этот челлендж, я бы отдал бы первое место годовую подписку именно Геннадию за этих карликов Спейсмаринов. В целом большинство работ получился очень на приличном уровне и несмотря на то, что у некоторых людей были переживания по поводу того, что кто-то может обратиться к профессиональному художнику, чтобы получить лучший покрас и за счет этого получить главный приз годовую подписку. Ну, по мне, так я не видел вообще в этом смысла, чтобы идти к художнику, что-то там заказывать и иметь какие-то, ну, я бы не сказал, что очень большие шансы на получение главного приз, потому что еще неизвестно, как Саня будет оценивать итоговые работы. Но в итоге, как мне показалось, все работы были выполнены самостоятельно. В принципе, там нет ничего такого сверхъестественного, то того, чего бы не смог бы сделать обычный хабист, такой же, как я, либо такой же, как вы. В принципе, все это достижимо за несколько месяцев активной практики. Ну и в целом я не вижу ничего плохого в том, чтобы люди обращались к художникам, потому что все-таки основная цель нашего челленджа, это было побудить людей начать красить свои армии. Все равно, если даже вы не получите никакого приза, либо получите, но там, допустим, месячная подписка, она через месяц все-таки закончится, и у вас ничего не останется на руках, кроме тех моделей, которые вы сами покрасили. Вы в любой момент можете снять их с полки, поставить на стол, и очень интересно поиграть с вашим оппонентом. Итак, друзья, сегодня на вторник. Начинаем мы нашу покраску. В понедельник мы ничего не успели сделать, там был занят делами. Сегодня только сделал магнетизацию лазок. Не будем их трогать, потому что там сейчас сохнет гринстав, чтобы закрепить мне магниты. Не стал их пока сажать на клей. Вот. Там проблема в том, что, здесь вот видно будет, у лазок такая вот ступенька есть, вернее, их тут несколько ступенек, и нужно очень аккуратно попасть сверлом, чтобы это все дело просверлить. И такая же у нас неровная обратная поверхность, здесь вот у руки. Здесь это видно, да, вот. Приходится немножко постараться, вот. Просверливаю я, получается, чуть глубже, вот, туда загоняю гринстав и насаживаю. Там схватывается гринстав, чтобы была какая-то ровная площадка, которую уже потом можно было окончательно на клей посадить магнит, чтобы он потом не отварился. Поэтому пусть они сейчас лежат и никого не трогают. Я, как и говорил, разобрал полностью модели, то бишь у меня ноги отдельно, там передние щитки на них отдельно, задние щитки тоже у меня отдельно, головы. Все вот, сделал такую вот кунст-камеру с головами. Вот она уже как бы, значит, так покрасим, но ее нужно будет немножечко еще дозавершить. И задний поршник, поршник ногам тоже вот у нас отдельно будем их делать, чтобы удобно было везде подлезть кисточкой и все это дело аккуратненько все прокрасить. Ну, а также снял все эти на плечики. Ну, в принципе, они у меня там очень были слабенько так приклеены на клей, чтобы можно было им играть. Но сейчас я их снял, и так будет их удобно красить, чтобы особенно там с задней стороны их потом сделать им тень, чтобы не было белого грунта прокрасить. Все это будет очень удобно подлезть кистью, и потом в месте, где будет крепиться, как раз здесь у меня крепится, будет крепиться сюда этот наплечник. Ну, вот он не нужно будет даже его очищать после того, как я закончу покраску, и чтобы потом нормально держался наплечник на модели вот в этом месте. Вот здесь будет у нас наплечник этот. До завтра подождем, когда подсохнут у нас лазки, приклеим магниты, и, надеюсь, завтра уже начнем покрас. Друзья, сегодня у нас идет третий день нашего челленджа, и, в принципе, это вот хочу показать вам то, что я сделал за сегодняшний день. Значит, магнитизация у нас прошла, в принципе, успешно у наших лазок, они держатся хорошо. Без каких-либо проблем. Нужно будет их потом еще отодрать, магниты посадить еще раз на клей, потому что они сейчас держатся только на зеленке, но этим я займусь потом. Вот, что у нас по покрасу. По покрасу я сегодня успел сделать только вот в... восстановить базовые цвета только у одной модели полностью целиком. Вот, ноги, торс. Это как раз таки вот модель, которую у меня... Я еще давным-давно ее начал красить. Вот, и начал покрас... Ой, начал покрас еще одной модели. Успел только сделать руку одну, и... Все, больше, как бы, не было времени. Подарки, значит, часа два. И сейчас я понимаю, что, в принципе, времени у меня остается не так уж и много, потому что первые два дня я... профилонил, можно так сказать. Вот, завтра, в четверг, еду в Черную Гвардию. Там у меня будет тренировка с нашими ребятами, которые едут на ЕТЦ. То бишь, у меня еще один день пропадает. В субботу, скорее всего, я еду на дачу. И непонятно еще что с воскресеньем. То бишь, если я в день делаю там только, грубо говоря, по одной модели, вот, то у меня остается совсем немного времени. И, как бы, челлендж у нас в опасности. Вот, надеюсь, что у тех людей, которые подали заявки, а их уже там что-то около 30, дела обстоят гораздо лучше. Но будем стараться все-таки уложиться, потому что не хотелось бы ударить в грязь лицом. Вот, ну, посмотрим, как у нас дальше пойдут дела. Удалось мне сегодня все-таки вернуться в тренировки пораньше, поэтому часик уделил по красу и вот доделал второго циториона. Доделал здесь руку, здесь сверху, и вот сзади, где у нас там держок, тоже вот тут все вот высветлял. Вот. Ноги доделал. Здесь спереди специально не стал открасить, потому что будет вкладываться еще щиток вот здесь. И это позволит нам создать нормальные, хорошие тени. Сзади тоже все тут прошел все высветление. В принципе, удобно, когда ничего не загораживает, задний щиток вот не мешает, поршник не мешает. Удобно подлезать, красить миниатюру. Вот. Задний щиток тоже наш готов, и готовы поршни на наших ногах. Вот. Соответственно, завтра приступлю к высветлению, базовому высветлению третьего циториона. Вот. И уже нужно будет начинать делать финальное высветление. Ну, оно будет здесь на руках, здесь, вот здесь, здесь. Немножечко сюда добавим. Вот. И уже сделаем потом, подведем все грани. На них сделаем хайлайты. Вот. Ну, выходные, скорее всего, нужно уже будет приступать к металлическим частям. Это будет сочленение. Эти места тоже будут делать металлическими. В отличие от предыдущих миниатюр. Вот. Ну, это, как бы, какой-то захват, который прикрепляет оружие к непосредственной руке. Вот. Суббота, скорее всего, не получится этим заняться. Но, надеюсь, в воскресенье, ударно, работаем, чтобы все-таки челлендж у нас удался. И уже на следующей неделе будем выходить на финишную прямую, доделать какие-то там небольшие детальки. Плюс там плечи еще нужно доделать золотом, немножечко пройтись. Вот. Ну, в принципе, как бы, все, что нам пока что удалось сделать за два дня работы. Вот. Вернее, за четыре дня челленджа. Два из которых у нас были непосредственно посвящены покрасу. Итак, продолжается наш челлендж по покрасу. И небольшой анонс того, чего мне удалось добиться за прошедшую пятницу, субботу и воскресенье. На самом деле, все не так идет быстро, как я этого хотел. Мне все-таки удалось закончить покрас именно красного цвета. Сделано основное высветление, плюс сделан небольшие хайлайты на гранях. Вот. Воздак и ред здесь прошелся, везде хайлайты. Вот. И начал делать металлик. Но, в принципе, по планам я должен был закончить с металликом в воскресенье. Но сегодня вот как раз-таки приступил только к нему. Не было у меня достаточно времени на это. Вот. И поэтому у меня, в принципе, еще остается с металликом поработать. Это вот, в принципе, вот это. Пролитивость от металлик сделать. Драймбраш, там, осветление где-нибудь. И, в принципе, на этом все. Надеюсь, завтра, в понедельник, мне все-таки удастся завершить это. И дальше останутся только там какие-то детали. Это вот золотые части, светочки всякие. Плюс займемся нашими двумя отрезанными вот этими головами. Нужно будет доработать их кожу, сделать их высветление. Вот. И уже после чего можно будет клеить их на торсы. Как видите, я вот тут все дело потихонечку разбираю. Потому что иначе бы вот сюда вот это дело бы, подлазить кисточкой было бы очень неудобно. А так я заранее это приклеил там на, вот видите, здесь остатки, где мне клей крепился к модели. Там немножко клей намазал. Вот. И потом аккуратненько все это отодрал. И после чего быстренько все прокрасил без каких-либо проблем. Если бы это было склеено намерто, то подлезать туда кисточкой было бы неудобно. Тем более вот в этих местах мог бы раздевать там краской металлической бы. Задел бы и пришлось бы там подкрашивать все это. Тратить просто на это лишнее время. Вот. Что еще сделал? Здесь быстренько задул. Вот у меня два старых наплечника. А вот этого, вот этой модели, которую я еще начал делать давно. Здесь была у меня просто немножечко так намалевана основа кисточкой. Ну и я решил не заморачиваться кисточкой. Просто арил все это, по-быстрому задул. Задул я их заранее, потому что когда буду наносить декали, я буду делать подложку из глянцевого лака. А лак все-таки он должен наноситься на уже достаточно подсохшие, ну как минимум там сутки, чтобы красочка уже подсохла, после чего без проблем он там ляжет этот лак. Вот, после чего здесь останется опять установить подложку под золото и уже нанести само золото и заняться после чего декали. Но этим я буду заниматься уже на следующей неделе, то бишь вторник, среда, как раз среда у нас сдача, так сказать, наша итоговая работа. Друзья, как вы видите, у меня процесс в самом разгаре, все больше и больше расчлененки на моем столе. Закончил с металликом, ну как закончил, почти закончил вчера вот в понедельник, уже поздно вечером сделал металлические части, пролил их, но уже про драйбраш не было никаких сил, и тем более снимать какой-то ролик об этом, что я сделал. Вот сейчас, во вторник я вечером пришел с работы и как бы показываю вам, чего мне удалось достигнуть. И в принципе, как бы сегодня у нас, можно сказать, день X будет решаться, смогу ли я выполнить челлендж или нет. То бишь, мне остается такая сложная работа, это вот золотые части всякие, там сделать золотые детали, вот, и проработать черный цвет, потому что там тоже здесь вот, когда красил металликом, может быть, видно, там есть помарочки небольшие, там в некоторых местах нужно все это дело исправлять, и плюс еще здесь вот наружу нужно все грани будет высветлить, а это, насколько, как я помню, очень такая муторная работа, там нужно развести нужную консистенцию краски, чтобы она там не растекалась и при этом нормально голлазь, ну, очень, как бы, такая нудная работа, и в принципе, вот сегодня вечером будет решаться, смогу я сделать свой челлендж или нет. В принципе, как бы вышел на финишную прямую, но вот нужно еще, еще совсем немного, и совсем чуть-чуть дальше мы уже перейдем к каким-то там деталям, вот, ну, и оформление базы, это, соответственно, уже у нас остается на завтра. Сейчас сажусь за работу, и попозже сниму, чего мне удалось сделать там за оставшиеся 2-3 часа. Итак, чего нам удалось достичь за сегодняшний вечер? В принципе, продрайбрашили мы все металлические части, и с этим у нас все закончено. Дальше сделали, высветлили золото, и плюс в некоторых местах нам даже пришлось начать делать всякие печати, свитки, потому что, ну, просто так было удобнее, так как золото я наношу сначала базу из Балтазар Голд, потом проливаю все это дело с Серафим Сепфи, и после чего наношу уже высветление из Гехианас Голд, и плюс даже на, мне здесь будет видно, вот, видно немножечко делаю на наплечниках такие хайлайты из вот такой вот валиховской краски Ора Голд, ну, просто Голд называется, Ора это полуиспанский, и в том числе, как бы, свитки я тоже проливаю такой же проливкой Серафим Сепфи, поэтому я вот решил сразу вот в некоторых местах здесь, здесь, допустим, тоже сделать свитки, но они, как бы, тут очень такие мелкие, и отняло достаточно много времени, вот, тут, допустим, то же самое, сделал золото, и плюс еще свиток, ну, как бы, это свиток еще нужно высветлять будет, но этим я займусь завтра, плюс на наплечниках нанес глянцевый лак, это у нас будет подложка под наши декали, вот, это у у нас будет левый наплечник, вот, в принципе, здесь тоже, вот здесь готово у нас золото, и нам остается, в принципе, на завтра доделать все вот эти детальки, печать чистоты, здесь эти сквитки тоже доделать до конца, вот, здесь, в принципе, уже, как бы, у нас все готово, здесь тоже доделать свиток, и здесь доделать печать и чистоты тоже сами вот печать, это в зеленый будем красить мы это делаем, и высветлить эти вот свитки, где у нас какие-то там надписи будут еще нанесены, в том числе, кстати, об этом надо не забыть, и не успел доделать пушки черные, как бы, все никак не дойду, вот, в который раз пытаюсь начать, но, к сожалению, никак не получается, в принципе, работы еще достаточно много, потому что мне нужно еще успеть их до срока собрать, всю эту расчлененочку собрать вместе, ну, это не так много времени займет, меня вот беспокоит именно вот, назовутся черные, какие-то там мелкие детали, плюс нам нужно еще делать наши головы, потому что они здесь просто с кожи покрашены в базу, и, по помню точно, по-моему, проливал, вот, ну, посмотрим, что успеем ли мы это сделать, плюс еще нам декаль нужно наносить, и оформить нормально подставку, посмотрим, и давайте разберем, чего нам удалось достичь за наш последний день, вернее, чего мы не успели сделать, ну, напомню вам то, что условиями моего покраса именно для меня было, это основной цвет красный это мы сделали, металлики мы все сделали, наплечники не сделали до конца, именно не наклеили декали, не хватило мне времени на это дело, к сожалению, также не доделаны у нас всякие печати свитки, не нанесены на них фрихенды в виде всяких там разнообразных надписей, допустим, вот, как у нас вот здесь это сделано, да, здесь, как вы видите, надпись какие-то там присутствуют, здесь у нас свитки пустые, также на печати чистоты тоже всего этого дела нет, также у нас не доделаны наши черные детали, в принципе, цвета я где-то накосячил все это, я черный восстановил, подмазал, но сделать, выделить грани, это на это времени не хватило, почему не хватило, в принципе, причина в этом только одна, то, что я, когда начал челлендж, отвлекся в первые два дня на одно-то видео, делал анбокс для спейсмена, но в первый день там что-то я неправильно сделал, накосячил с фокусом, спейсмена мне понравилось, во второй день я начал это переделывать, в итоге от спейсмена ни привета, ни ответа, а у меня проваленный мой челлендж, ну, потому что все-таки я считаю, что миниатюра условия, которые я ставил, не выполнена до конца, ну, выполнена там процентов на 85-90, а как я считаю, нельзя перепрыгнуть пропасть на 90 процентов, ты либо ее перепрыгиваешь, либо падаешь вниз, вот я, в принципе, упал. Также у нас вот, как видите, не наделаны головы, именно не высыпаны кожей, не сделаны глаза и зубы, если шлем мне все-таки удалось там до конца наделать, быстренько там нанести, сделать линзы, поставить точки, если их видно, конечно, на камере, то с головами косяк. В принципе, мне вот как раз-таки еще бы пару дней посидеть, поработать, довести это дело до ума, но буду делать потом, естественно, потому что оставлять их, бросать в таком виде, ну, глупо, вот, на этой неделе, скорее всего, доделаю, будет у меня еще, будет еще один отряд, ну, как хотел, магнетизацию я все это дело провел, все снимается, ставится назад, вот, можно даже будет менять какую-то закачку, вот, болтеры тоже у нас все это дело вынимается, как я уже это показывал. В общем, как-то так, в принципе, результат мне доволен, вот, это то, что у нас было до этого, как я делал, и вот сейчас, три год спустя покрасил, точно такие же миниатюры, вот, пролежали они, там, два года у меня в пластике, либо-то в полузом на состоянии, вот, через три года еще один отряд девастаторов, цитрин девастаторов готов. Конечно, учитывая вышедший кодекс власть девастаторы сейчас стали немножко дороговаты, но у меня есть идея, что с ними можно еще сделать. Есть небольшая индейка, может быть, конечно, на спортивных каких-то турнирах она не зайдет, но для фановых игр будет интересно ее попробовать, я обязательно сниму об этом Battle Report, есть у меня один сумасшедший ростер, загляну на один из турниров к Спейсману, и надеюсь, из этого выйдет что-то очень интересное. На этом, в принципе, все, закончился наш челлендж, надеюсь, вам понравился такой формат видео, потому что для меня это был первый эксперимент именно в неком хобби видео. Обязательно оставляйте свои комментарии внизу под видео, будет интересно их почитать. Еще у меня есть несколько долгостроев, которые хорошо было бы завершить, но это я хотел бы сделать именно с вами, поэтому давайте договоримся так, если данное видео на ютубе наберет, скажем, 500 лайков, мы запустим наш второй сезон по покрасу. Обязательно буду снимать подробно процесс своего покраса, все это было уже в итоге в ролике, и, конечно же, мы попытаемся развести Спейсмена на очередную порцию бесплатные подписки на прем-канал. Всем спасибо за просмотр, пока!